Привет, девочки! Съёмку ведёт Эннесса. Всем приветик! Девчонки, сразу разберём тот образ, который на мне сегодня. Вот эти вот худи, это очень объёмные худи. Это худи, девчонки, которые овер-овер. Вот смотрите, он прям, видите, у него и рукава. Не бойтесь под него заводить брюки. Вот у меня, допустим, спорт сегодня, он достаточно широкий, видите? Но там вам главное посмотреть, чтобы они были не длинные, чтобы они были короткие. Вот мои, допустим, сегодня короткие. У меня немного сползли просто после этого выходного штаны. Поэтому вот если, допустим, их вот так вот чутка подтянуть, вот видите, они короткие. И у нас получается, что сам объёмный бомбер, а рукав и штанина равные. Вот мы же с вами раскладываем, да, его как-то, как это, мясо на рынке. Та часть такая, та часть такая. Вот то же самое здесь. Вы разложили его, если у вас остаток рукава соответствует с остатком штанов, это уже не будет диссонировать образ. Кроссовок, как на мне, нет в продаже. Штаны, как на мне, есть в продаже, есть похожие штаны. Но самое главное, что вот этот вот овер-овер, он у нас есть. И он, причём есть в красивом ещё цвете, да. Вот, видите, девчонки, он такой прям мокрый асфальт какой-то, такой очень сиреневинкой такой этот цвет. Нравится он мне. Он сложный, но его можно прицепить к серому, к бежевому. Я покажу как-нибудь вам это всё. Значит, здесь гаммы не переодевались. Сюда вам стоечку выставила так, будет стоять так. Девчонки, спасибо за рекомендации, когда вы даёте на 15 сантиметров, на 20 и на 30. Вы понимаете, в чём дело? Я-то вымеряю стойку под камеру, чтобы вы видели меня, вот не как обрезанная голова, как сейчас. И на обрезанной голове. И чтобы вы видели это всё вместе, я это делаю уже не первый год, я лучше знаю, как вот будет красивая картинка для вас. Поэтому, девчонки, 15-20 сантиметров двигайте вот так вот камеру на себя. Расширяйте его. Девчонки, вот эти брюки, это костюм спорт, они уже длинные, видите? Мои короткие, а вот эти длинные. Чтобы вы понимали, разница какая между штанами. Но здесь, Инна не видела ещё костюм. Здесь тоже овер, он достаточно объёмный, вот этот сам костюм. Но он, девчонки, короткий. Сам худи, он короткое, моё длинное и совсем на медведя, да? Ну вот, понимаете? А здесь вот, он тоже овер, это костюм. И штаны здесь широкие. Девчонки, очень интересно, да? Эта фабрика обычно добавляет хоть какой-то кусочек, хоть камушушку какой-то. В этот раз не было ничего, вообще ничего. Но сейчас мы ждём, должна прийти лохматая брошь. Она прям такая лохматая-лохматая. Я, в принципе, их видела. И вот эта лохматая брошь, она будет на этот костюм. Пока смотрим без лохматки. У нас, девчонки, пришёл бомбер-клиентки. Но я вам его сегодня покажу, потому что под этот костюм, но лучше не придумать. Вот просто не придумать. Чёрный, прям совершенно чёрный костюм. Но, конечно же, хочется его освежить. Я покажу вам, как красиво сделан хлястик на замке. И вот эти стёганные бомберы, опять же, опять никогда не уйдут из бомбера. Но они, да. Мы и гладкое с вами носим, и какое угодно. Сейчас, девчонки, покажу вам, как на овер, на моей, объёмной, прям совершенно, на моём ходе смотрится этот бомбер. Можно. Вот такой вот бомбер, который вот так, видите, можно. Если бы он был меньше, если бы он был короче, нет, нельзя. А здесь вот он доходит как раз в ровень, где начинается резинка. Вика, это для вас бомбер. Вика. Вика, чао, Белла. А я же не знала про кого. Она приходила и ждёт бомбер. Вот, смотрите, как красиво хлястик сделан. Да. Это два бомбера пришли вот этой фабрики. И я специально вам на центральный фланг выставила вот этот вот звериный принт. Очень мне нравится, крупный. И здесь он такой, не будем к нему пока. Да. Мы до него дойдём. А то, понимаете, сейчас начнётся отсюда, швырять туда, а мне швыряться нельзя. Я какая-то вообще не очень себя собрала в кучу. Ну, скоро мы с Иной начнём колоть витамины. Да, потому что пора. Я и сама себе, и Ине. Такие правила. Таня будет меня колоть. Таня будет колоть. Ина может кричать громко, Таня всё равно. Потому что она сам... Я буду терпеть. Наверное, она будет терпеть, она терпелевая. Девчонки, опять же костюм. Вот смотрите. Вот эти вот зипка и тот вот свит одной модели. Понимаете? Они по ширине и по длине одной модели. Я вам показывала, как заходит туда бомбер. А сюда я хочу завести вам вот такой вот бомбер плюс тэдик. Он короткий. Тут смешение тканей. Я очень люблю это. Он короткий, но он прям сделает своё дело именно вот с таким объёмным костюмом. Видите опять, что у нас остаётся? Рука в заведу. Вот. Понимаете? У нас резинка. И остаётся вот эти 10 сантиметров. И у нас не рвёт этот образ. И сам низ вот этого бомбера тэдика, он не узкий. А он как раз таки широкая резинка. Но на мою длину уже он не подойдёт. Он уже рубит образ. Он уже будет... Половину рубит, да? Да, да. Он уже будет совсем не так. Он будет как будто бы такая поддергайка, детская куртяжка. Как будто бы школьники ваши ушли, а куртку решили прогуляться. Что там школьники? Пишите. Девчонки учатся. У нас-то все выросли. У вас, да. У нас школьники. Какие-то уже и не школьники вовсе. Девочки, здесь хотела вам показать ещё одну интересную тему. Смотрите. У нас вот есть вот эта пупырка, да? Сюда к пупырке, да? У меня были шоколадные штаны в заготовке, но я их потом крутила-крутила в руках и убрала. Вот. Девчонки, смотрите. Простой-простой образ, да? Совершенно простой. Смотрите, как красиво работают два цвета, да, Инна? Очень. Просто красиво работают. А я вам хочу сделать ещё один добавочный цвет. Я вам добавляю вот этот вот чёрный. А вы видите, что он не выбивает? Он работает не как отдельная тема чёрного цвета, а он работает мехом на пупырку. Вот здесь вот мы можем использовать и медвежьи тапки наши любимые. Вот так. Да? И можем сюда даже добавить и чёрные. Главное не забыть вам сегодня показать уги, которые пришли к министям. И можем добавить и чёрные. И одни, и другие сюда подходят. Они не выбиваются из всего образа. Специально хотела показать вот эти вот дублёнки, которые... Вот топик, девчонки, это вот так. А эта дублёнка вот до поясницы. Лучше на ножку садить внутреннюю часть одежды. Не обрубайте её дальше никакими короткими кофточками. Оно не будет смотреться. Оно просто будет у вас как будто какой-то такой обрубленная часть образа. А зачем она? Мы же с вами можем... Девочки, я была вот в такой вот кофточке, она была у меня серенькая на мне. Да, Инна? Да. Мы её уже продали. А, мы её уже продали. Хорошей девочке. Хорошей девочке. Просто я помню, что вот иногда наряжаюсь и хочу вам показать, чтобы вы тоже видели и себе монтировали. Ну, и юбка моя любимая. Почему я юбки не ношу? Сюда вам дам норку. Ну, вот это мы носим, кстати. У нас сыны несколько цветов. Когда холодно. Нас убрали. Да, когда холодно. Это не заменит. Девчонки, так интересно. Вот в ней тепло и не жарко. Вот интересное качество ткани вот такое. Ну, натурально. Натурально. Вот, ну сюда, конечно же, я вам дам жилет, потому что жилет мне вообще нравится, как сюда заходит. А мы здесь с вами сделаем грубую историю для образа. Мы сюда с вами уже убираем всю облегчённую обувь. Вообще она нам здесь не нужна. И добавляем брутальные ботинки. Вот чем, Инна, наверное, юбку низко задрала, да? Да нет, нормально. Нормально? Просто мне кажется, юбка как-то вот так. Она же по косой, и когда она сядет на человека, она будет вот так смотреться. Но, девчонки, понятное дело, что образ носибельный, он интересный. Мне нравится вообще, как плачёвка с дублёнкой работает. И плюс мы ещё тут махер с вискозой объединили. Ну, красиво, интересно. Я люблю смешение стиля. Мне нравится. Я вам показываю его часто. Я люблю, когда не просто вот так вот, только про спорт или только про какой-то топ фэшн. Я люблю, когда всё это смешивается. Ну, собственно, в этом сами смотрите, как вам будет... Вообще сам человек должен подобрать под себя какую-то одежду. Вот он подбирает под себя, допустим, клетку, да? И он уже горох никогда не наденет. Это внутренняя чуйка. Это никак не переделать. Если, допустим, человек носит чёрное... Мне спасибо, девчонки, там комменты пишите. Я их все читаю, чтобы вы понимали. Если кто-то носит только чёрное, девчонки, он носит только чёрное. Вот такие правила. Ему в этом комфортно. Я, вы меня видите, ношу не только чёрное, я ношу разные цвета. Но чёрное предпочитаем. Чёрное, да, вот даже если полку рассмотреть в гардеробе, там будет в основном чёрная одежда. А здесь даю вам кофту. Кофте даю пончо. Девчонки, смотрите, как опять шотланка работает с этим пончо. Ну, просто идеально. Вот идеальное попадание. Опять же, образ осенний. Образ вот такой не на лютую зиму, а вот такой вот переход. Можно остаться в этих ботах. Они сюда хорошо, они сюда подходят. Я хотела вам пончо. У нас были они в цветах, они были серые. Ещё какие-то... Кэмл были. Кэмл были, да. Девчонки, вот сюда вот серое никогда бы не дала. Я выдёргиваю чётко вот эту полоску рябую со штанов. Я не хочу вам всё пускать серым. Хотя серый монохром я люблю, мне он нравится. Если вот, например, хочется что-то шкодливого, то тогда я буду вот именно так шкодливать. Идеально пельмехи подпадают под такие вот штаны. Штаны укороченные. Вы можете туда и казак надеть, и можете... Мне нравится, девчонки, как кофта по тону попала. Сюда вам, конечно же, дам именно вот этот вот шарф. И чуть-чуть рубашкой пальто мы образ выведем в такой сложный. Вот смотрите, мы добавили рубашку пальто. Мы штаны не потеряли. Они у нас идут вровень к ботинкам. Мне нравится, когда так идёт. Ну и, девчонки, конечно же, я вам добавлю сюда вот так палантин. Понимаете, да? Мы не идём с короткими ногами, а мы идём ростовку. Пальто вытянуло нам этот образ, поэтому это так получилось. Если хотите, можно подвязать дунькой. Если хотите сложную вязку палантина этого сделать. По-любому можно сделать. Мне очень нравится, как потом сюда это заходит. Оно такое прям какое-то... И пуговицы, да, и на такие роговые. Да, да. Вот это как раз... Пятнышком эти роговые пуговицы. Ну и кашемир пальто. Да, и пальто, само, девчонки. Вот эти вот рубашечные пальто, они очень-очень комфортные. Они вот как вот были, пальто-халаты, да. Вот это такая же тема. Не стала вам длинные брюки давать. Мне очень нравится, как вот эти короткие будут работать с ботами. Пельмехи объемные, а брюки прямые и широкие. А вот здесь вот будет сейчас наоборот. Мы здесь с вами пустим практически классическую историю. Я не знаю, почему она у меня как-то кривится. Вот. Но сюда добавим овер. Худи. Худи, девчонки. Я хотела сказать, дырка худи. Девчонки, вот он, тот, который на мне. Чтобы вы это понимали. Но на мне еще. Видите, что с рукавами происходит? И внизу, вы понимаете, вот этот на конус, а у меня весь широкий. Он есть в продаже. Ну, вот и тот цвет, и черный есть в продаже. Я сюда вам завожу монохром сверху. И сюда, вернее, внутри. И сюда пускаю тренч. Очень нравится, как по цвету сюда тренч. Девчонки, опять же, видите, как это все вот... Подходит. По-синему, да. Как это все вот не совсем по-мрачному. Или вот осень, какие-то терракотовые цвета. Да нет, конечно, девчонки. Ну, вот, песок на себя нарядили и пошли. Обувь сюда не бьется. Она совершенно вылетает. Даже если пуговицы, все равно она сюда не подходит. Но обувь убираем. И с вами добавим, наверное... Давай лен добавим. Подходит лен, да. Внутри кожи там. Да, внутри кожи, девчонки, льняные челси. Один или два размера у нас есть. Необработанный край у них. Они такие вот на сложность. Потом, ну, льняная обувь, она вообще такая, как бы, вылетает из всего. Из головы. То, что сложено в голове, что кожа или замша. А здесь лен, ну, понимаете. Девчонки, вся обувь для сухой погоды. Если лен или даже замша, это все равно для сухой погоды. Но можно это все обработать, чтобы не было... Там не испачкалась она у вас. Обрабатывайте специальными средствами. С преми. С преми, да. Прогуглите. Они сейчас всякие разные. И недорогие, и дорогие, и какие хочешь. Я, если честно, человек, даже не обращаю внимания, какие покупаю. Вот что посоветуют... У нас там мальчишка один есть. Он такой какой-то вот прям нашинский. И он посоветует, я беру. Я не вникаю в это. Не засоряю себя этим носом. А, сюда дам. Вот эти. Человек, смотрите. Вот я пока несла, они были другого цвета. К штанам приставила. Четко словили этот цвет, да, Инна? Вот просто поразительный цвет у этих тапок. Сюда вам дам. Опять же, смотрите. А вот эта вот модель, она чуть пообъемнее, чем черный спортивный костюм. Видите? И она чуть попрямее. Инна, это видно? Видно. Отлично. Вот. Сюда вам дам бомбер с красивым гербиком. Сзади в хребте. Вот. Нравится вообще, как это все по цвету подходит. Ну, чертки. Здесь вот прям сказочные все оттенки. Очень, очень люблю. Ну, осенние такие уже. Да, Инна, они хоть осенние, хоть весенние. Они просто какие-то такие вот прям... Пастельные. Трендовые. Они никогда не выйдут. Они всегда будут. Правильно ты говорила, какой-то ролик у нас был. Ты говоришь, благородство цвета. Это правда благородство цвета. Это уже не надо там... Ой, это цвет не этого года. Это всегда цвет. И этого года, и следующего, и через год, через 20 лет. Ну, правда. Вот такой вот цвет, да. Им пользуются как бы дизайнеры всего мира. И они, конечно, его с чем-то миксуют. Они что-то добавляют, куда-то там его убирают. Какой-то делают, какую-то гамму интересную. Ну, вот мне лишь нравится, как он работает с холодным оттенком. Хотя, сейчас вам покажу французский серый цвет у костюма. А добавила я карамельный пуховик. Посмотрите, французский серый. Опять же, девчонки, здесь штаны полноценной длины. Футер. Обалденный этот костюм. Это просто так красиво. Девчонки, видите? Вот спущен рукав, и он на конус идёт. Он не широкий, а именно на конус. Это очень грамотно модель скроена. Она никогда не даст объёма человеку. Никакому. Сюда вам дам, вот она, карамельную, вот эту вот пуховичок-пальто. Вот, про что говорила вам, девчонки? Не обязательно думать, что цвет не попадёт в цвет. Он попадёт в цвет. Посмотрите, что мы с этим сейчас делаем. Мы добавляем сюда шар и объединяем наш образ. Вот, всё, у нас всё попало по цвету. Утепляется девочка и пошла, да? И нам уже утепляться давно пора. Я не понимаю, почему такое. Вот почему такое солнце светит? Почему такое солнце светит? И почему это всё... Ну, такая осень у нас. Горит каким-то огнём. Давай вот этот фэшн ещё добавим. Давай вот эти добавим. Да, будет супер. Всё-таки добавлю вот эти, потому что они мои любимые. Эти отбросим, мы уже их видели, да? Ну, красиво всё. Вот, а вот эти вот, вот прямо очень по цвету собрали полностью всю картинку, какая у нас есть. Ну, а шлёпы это просто такое для топа. Всё, девчонки, нарядились, утеплились. Это не зимняя зима, но уже такое прям прохладное, прохладная погода. Это да. Потому что сам костюм это футер, я уже вам говорила. Да, там тёпленький, да? Он тёпленький, он такой вот прям не кольцевой, а именно такой с начосиком. И, собственно, мы все костюмы, которые уже последние брали, они именно с этой ткани. Мы уже не брали кольцевые, хотя у нас есть и кольцевые костюмы. Там просто есть такие фабрики, которые футер не делают, ткань эту не ставят. И вот тогда мы берём кольцевое. И вот это, это что-то очень красивое. И цвет такой грамотный. Вообще просто, вот очень красивый цвет. Сам костюм хороший. И штаны полноценные длинные. Вот всё в нём хорошо. Я, девчонки, не рекламу делаю, а когда мне что-то нравится, я просто почему распыляюсь, потому что вот заходит мне эта вещь. Вельветовые брюки, останемся в обуви, вся обувь подходит. Вельветовые брюки, любой френды. Сюда вам дам вот такой вот бадлон-кофта. Помните, есть совсем бадлоны, есть такие пошире. И сюда вам дам. По запросу, конечно же, вот этот вот жилет, который кашемир и норка впереди. Здесь мы, девчонки, с вами пускаем монохромом верхнюю часть образа, не выделяя её. Вот прям идёт она у нас с такой чёрной гаммой. Вот чёрный бадлон, чёрный вот этот вот норка, жилет. А мы сейчас с вами вытащим эту, и, ну, смотри, как цвета работают. Вот, девчонки, вот, ну, не даром же в принте вот в этом работают опять же вот эти цвета. Вы понимаете, да, для чего это сделать? И брюки, и жилет, да? Да, и мы с вами возьмём одним единственным палатином. Девчонки, вы помните, один хвост поднимаем, другой опускаем. Мы одним единственным палатином, потом два хвоста вот этих, завязываем друг с другом. Сейчас-то так замотаю, чтобы мне этикетка не мешала. Завязываем два хвоста друг с другом, протягиваем чуть повыше, ещё раз завязываем два узла. Перекидываем восьмёркой, закидываем это на голову. И здесь уже вот так вот распушаем. Супер! Вот здесь остаётся хвостик там у вас. Вам узел, девчонки, не мешается. Вы потом, когда уже вот так замотали, вы второй узелок можете распустить и сделать прокрутку, которую вы уже сделали, восьмёрку. Объединить вот эти два, две восьмёрки, которые в вязи, в завязке и в перекидке на шею. Ну, девочки, вы сами видите, вот и где наша чёрная. Мы больше чёрной-то жилетки не видим. Вот как яркий принт работает, да, всегда. Он такой свежесть какой-то, свежесть-свежесть. Опять же, девчонки, здесь не жёлтая история леопарда. Она история такой вот ванили, кэмэла. Вот не про жёлтая. Я просто про жёлтая, почему говорю всё время, я не очень люблю, когда вот эта тема жёлтая. Не очень люблю, я её никогда не беру. Она пускай будет какая-то терракотовая, карамельная, вот как на бомбере сейчас будет. Вот, но только не жёлтая. Для меня вот прям жёлтая, это прям кранты какие-то. Я знаю, к чему это вам показать, но внутри сама не могу принять. Вот отторжение такое. Так, сейчас, брюки. Брюки чёрные, бархатный пояс. Останемся пока в обуви. Хотя нет, девчонки, что-то покажу им сегодня. Оки вот эти. Девочки, смотрите, какие пельмехи пришли, каменистые логи. Прям пельмехи, каменистые логи. Натуральный мех. Да, и мы ждём сейчас конкретно размеры. Вот прямо ждём размеры. Пока пришло два размера. 39-40, по-моему. И вот сейчас должны ещё они дойти. Так, сюда даём шоколадную кофту. Опять же, кофта-бадлон. Широкий. Широкий. Да, широкий. И, девчонки, посмотрите, как сейчас уги попали вот к этим каменистым на леопарде куртке. Красиво, да, Энна? Да, всё красиво по-своему. И мне всё нравится так. Я леопард могу принять, но я его так... Девчонки, вы понимаете, да, что вот это уходит у нас на хвост, а остаётся только вот такая вот ложка. Потому что под короткий мы не можем надевать вот такие вот вещи. Нет, складки будут. Будет складки, будет внизу слишком много, как юбочка торчать. Так не подходит. Конечно же, мы с вами должны чем-то вот это всё уравновесить. Вот я считаю, вот это прям чётко уравновешено. Очень красиво попали под камни. И под сам даже вот этот вот принт попали. Нравится. Нравится, когда одна вещь дорабатывает другую. Я люблю, когда всё вместе. Такую интересную историю. Девчонки, мы в этом образе даже штаны чёрные не видим. Они просто вот рассеялись во всех этих леопардах. Вот, девчонки, смотрите, камни, да? Какой-то был виток камни. Потом была спокойная обувь. Теперь опять пошли каменистые кроссовки, каменистые уги. Всё пошло опять вот эти. Да, камни опять в моде. Вот, вот ты понимаешь, Инна, что творится? Вот мы уже забыли, а забывать-то не надо. Всё опять вернётся. Брюки палацу. Сюда колотый лёд, укороченный, даю вот этот вот свитер. И вот он, наш бомбер, наконец-то. Красавица. Очень красиво. Девчонки, как они сделали, интересно, на замке вот эти плястики? Нравится. Люблю, когда дожато что-то, доработано что-то. Вот, девчонки, смотрите, у нас внутри абсолютно спокойный цвет. А он двойной, да, Тань? Да, он двойной, он чёрный. Мы с вами добавляем вот этот леопард. Смотрите, какая яркость пошла. Да. Ни в коем случае сюда не нужно добавлять никакие вот эти внутри. Сюда только холодный. Я его выдернула вот отсюда. Вот он окантовка идёт, вот этого холодного оттенка. И я вам его туда дала. И поэтому образ смотрится мягким. А он не смотрится, понимаете, шедевр какой-то. А брошь, ну, конечно же, брошь идёт прям в какой-то королевской династии. Уже такая прям красивый такой плащ у короля. Такой не плащ, а как она, кто там у него. Кто там у него такой мантия? Нет. Ну, не знаю. Ну, короче. Накидка. Накидка такая. Ну, такая накидка леопард. Пишите, как она называется. Ну, потому что, да. Немного с головой. Я сейчас вам опять же покажу вот эту длину на это худи, которое нам нет. Девочки, опять за счёт того, что ширина резинки не посажена узко, это под вот такую вещь. Супер. И на идеально. Да. Под вот такую вещь, как моя, подходит. И ещё плюс к этому, здесь вот эти вот резинка не до конца идёт. И поэтому вид создаёт, что как будто бы впереди длиней, сзади покороче. А это как раз на стиле. Это такой вот хиперовский. И вот этот вот стиль, вот у него как раз вот именно это. Ну, двойной. Он двойной. Ну, конечно же, лучше вот этой стороны ничего не придумать. Ну, если надоело, перевернуть можно. Если надоело, вы можете чёрное. Я не думаю, что этот принт быстро надоест, потому что, ну, он просто какой-то сказочный. Всегда уравновешивайте. Если вдруг вы считаете что-то яркое слишком, уравновешивайте чем-то, девчонки, и лучше не тёплым, а именно холодным оттенком. А брюки Палаццо вам специально дала. Мне очень нравится, как у них в фон попадают. Да, Инна, и такой объём, и брюки такие широкие, и бомбер. Ну, ты умеешь подбирать, что там говорить. Ну, какая же я всё-таки молодец у вас, девчонки. Да ну, что ж творится. Вот чуть-чуть настроения нет. Ну, ничего, мы сейчас его поднимем уколами. Будем колаться. В одно место уколы, и всё заменяется. Опять розовый цвет, блин. Жёлтые очки. Немножко надо. Спасибо вам за подписку, спасибо, что вы у нас есть. Люблю, целую, чао. Чао.